Наша съемочная группа побывала на тренировке гребцов академического стиля Мозорского филиала Гомельского училища Олимпийского резерва, которые под руководством своего тренера Виктора Владимировича Гордионко, не глядя на сильный ветер и высокую волну, вышли на воду, чтобы совершенствовать свое мастерство, стремясь выработать как можно более высокую скорость и способность удерживать эту скорость в продолжительное время. Вообще стоит отметить, как начали сезон представители академической гребли Мозорского филиала Гомельского училища Олимпийского резерва. Станислав Щербачени, воспитанник училища, стал вторым в самом престижном классе гребли лодки-одиночки на чемпионате Европы. Еще четыре спортсменки Александра Тихановская, Екатерина Барановская, Юрий Савчук и Алена Карпечина были обладательницами бронзовых наград в составе лодки-восьмерки на юниорском переносе Европы. Словом, есть чем гордиться нашей академической гребли. Наши выпускники очень сильно порадовали старшие девочки. На чемпионате Европы, который проходил в Германии, они залили третье место. Но вот следующие девочки, которые уже подрастающее поколение, хотели, чтобы отобрались на Балтийские игры. Но, к сожалению, отбиралась одна лодка, а они заняли второе место и не отобрались. Не беда. Дорогу осилит идущий, в данном случае, гребущий. И у наших прекрасных дам впереди еще немало побед. А вот как их тренер, не угасли в груди Виктора Владимировича тот огонь тренерского вдохновения, без которого не добиться великих свершений со своими подопечными. Я, как тренер, конечно же, на всех своих детей надеюсь и вижу в них в будущем потенциал. Я, конечно же, мечтаю о самых высоких результатах. Ну, у каждого своя судьба, а я буду надеяться только на лучшее. Пока наши герои не выигрывают абсолютно все регаты, в которых принимают участие. Но они делают широкие шаги, мощные грибки, так сказать, к победе. Я принимал в основном, ну, в республиканских соревнованиях грачи, весенние грачи. Занял девятое место. Я считаю, это достаточно хороший результат. Что впереди у Руслана в плане соревнований? У нас будут соревнования Олимпийские дни молодежи, на которых я постараюсь занять призовое место. Все. Вот так, емко. Как и гребли у Руслана без лишних движений, все для продвижения лодки вперед. Так писали в учебниках спорта еще того советского периода. Хотя, конечно, достижения у гребцов из числа подопечных Виктора Владимировича Гордеонка имеются. И областной тур, состоявшийся не так давно, явился тому доказательством. Выступал в одиночке, двойке и в четверке. Был первый в одиночке, второй в двойке, а в четверке был третий и второй. Ну, по старшим, по влаше. Интересно, какой класс гребли все же ближе Яну Буткову? В одиночке мне больше нравится. Вот сейчас катаю одиночку и понимаю, что лучше в одиночке пробиваться. На взгляд Яна, какими качествами должен обладать гребец, чтобы достигать вершин в одиночной гребле? Ну, он должен чувствовать хорошо воду, уметь хорошо терпеть, потому что борьба начинается с первых метров. Ну, иметь ловкость, чувствовать воду, все. Нашу следующую собеседницу мы спросили, все ли получилось у нее на последнем старте из задуманного. Все ли задачи оказались решены? Нет, у меня не получилось достичь своих целей, потому что я хотела отобраться на Европу, но у меня не вышло. Я была шестая, взяли всего пять лодок. Это было обидно, но как-то перетерпела. Все, взяла себя в руки, хорошо начала выступать на области и сейчас планирую на республике занять призовые места. Впереди еще в этом году юниорский чемпионат мира, куда Юля при хорошей гребле на республиканской регате вполне может отобраться. Да, готовлюсь в классе одиночки. Я собираюсь попасть в эту же пятерку и съесть, поехать на чемпионат мира. Юля гребет в лодке одиночки. Это парная гребля, где у спортсмена или спортсменки по веслу в каждой руке. А вот наш следующий экипаж относится к распашной гребле. Там у каждого парня или девушки по одному веслу, которое надо держать обеими руками. И, кстати, здесь обязательно нужен напарник, будь то лодка двойка, четверка или восьмерка. Это двойка безрулевая. Здесь всегда сложно. У нее есть хорошие качества. И я рада, что у меня такой хороший напарник. Она всегда поможет, всегда подскажет, подрулит нас, если что-то надо, если загадная, не успела посмотреть. Она мне нравится как напарник. Как начался сезон для экипажа распашной гребли «Гускоткач»? Недавно мы выступали на отборочных соревнованиях на Балтийские игры в классе двойки безрулевой. Там мы были вторые. Также мы уже выступали на областных соревнованиях. Это первенство и чемпионат. Мы были вторые тоже и первые. Какие гонки ждут наших девушек с веслом в ближайшее время? Впереди у нас также первенство, но это уже республиканский уровень и Олимпийские дни молодежи, на которых хотелось бы, конечно, попасть в призовые места. Можно ли рассчитывать болельщикам белорусской гребли на экипаж «Гускоткач» в плане завоевания олимпийских медалей в будущем? Думаю, что да. Мы будем стараться, по крайней мере, чтобы наши мечты сбывались и достигать наших целей. Ну что же, пожелаем удачи нашим гребцам и будем ждать их новых соревнований, новых регат, а значит и новых достижений Мозорской, Полесской, Белорусской академической гребли. Субтитры создавал DimaTorzok